Станция Пенза-1. Двое жителей Пензы возвращались домой из Челябинска. Здесь все для них закончилось. Хотя, скорее всего, только начался новый долгий путь домой. Молодых людей подозревают в сбытии поддельных денежных знаков номиналом 5000 рублей. По версии следствия, мужчины приобрели через сеть интернет поддельные билеты Центрального банка России, которые имели внешнее сходство с находящимися в обращении к купюрами. После этого подозреваемые забрали так называемую закладку с фальшивками. Из тайника и расплатились подделками в саратовских аптеках. По имеющейся информации, данные лица могут быть причастны более чем к 10 фактам сбыта. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у подозреваемых еще 6 фальшивок. Ходил по Саратову, сбавлял фальшивку пюры в аптеках, номинал 5000 рублей. Заказал около 10 штук, отдал в районе 18 тысяч. Ранее по каждому из выявленных фактов возбуждены уголовные дела по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые в дальнейшем будут соединены в одно производство. Задержанным может грозить максимальное наказание в виде лишения свободной на срок до 8 лет. Честно говоря, я бы никогда не стал этим заниматься, если бы не сложившиеся ситуации в моей жизни. У меня очень много долгов, кредитов. Из-за глупости по малолетству меня не брали. Не берут никуда на нормальную работу, не пропускается тоже безопасность компаний. Я толком не мог обеспечивать семью, и вот в долги залез еще к тому же. Тут и добавить нечего. Оберегайте свою репутацию, замарать ее легче простого. А расплачиваться придется всю жизнь. Андрей Багаев, Анастасия Безрукова и Лада Обжалимова. Дежурная часть. Саратов.